Преступление и наказание Человек он умный, но чтоб умно поступать, одного ума мало. Я ведь не старушонку убил, я себя убил. Истинно великие люди должны ощущать на свете великую грусть. Ко всему-то под лес человек привыкает. Тварью я дрожащая или право имею? Нет ничего в мире труднее прямодушия. И нет ничего легче лезти. Муки и слезы, ведь это тоже жи. Ведь надо обнажать, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Вранье есть единственное человеческое привилегие перед всеми организмами. Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступив, воротиться назад невозможно. Страдания и боль всегда обязательны для широкого осознания и глубокого сердца. Как уничтожить зло на земле? Уничтожить мир. Пол сама морет и на черном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Они и любят, точно ненавидят. Знаете ли, до какой степени одурмания может иногда полюбить женщина? Мелочь. Мелочи главное. Вот эти-то мелочи и говорят всегда все. И что за охота благоденствовать тем, которые плюют на это? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелится я нагнуться и взять или нет? Тварь я дрожащая или право имею? Станьте солнцем. Вас все и увидят. Из-за ста кроликов никогда не составится лошадь. Из-за ста подозрений никогда не составится доказательство. Боязнь истерики есть первый признак бессилия. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало в бесконечные источники жизни для сердца другого. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало в бесконечные источники жизни для сердца другого. Ведь надо мне же, чтобы у всякого человека было хоть одно тупое место, где бы его и пожалели. Чем хитрее человек, тем он меньше подозревает, что его на простом собьют. Хитрейшего человека именно на простейшем надо сбивать. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Подлец человек, и подлец тот, кто его за это подлецом называет. Умная женщина и ревнивая женщина. Два предмета разные. И вот в этом и беда. Вранье всегда можно простить. Вранье дело милое. Потому что к правде ведет. При неудаче все кажется глупо. Он, ну, хоть немного, да порядочный человек. Ну, так чем же тут гордиться, что порядочный человек? Всякий должен быть порядочный человек. Всякий должен быть порядочный человек. Все зависит, в какой обстановке и в какой среде человек. Все от среды, а сам человек есть ничто. Вы, кажется, игрок? Нет. Какой я игрок? Шулер не игрок. Не, на родине лучших. Тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь. Преступление есть протест против ненормальности социального устройства. Да и вообще, у нас в русском обществе самая лучшая манера у тех, в которые битки бывали. Не забудь подписаться и поставить лайк.